Дух Святой Утешитель Это не единственный день, но это самый лучший день говорить о Боге Святом. Знаете, мы как верующие люди и вся христианская церковь воспринимает Духа Святого как Святого Бога, как одной из личностей Святой Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Мы воспринимаем Духа Святого не просто как силу, не просто как того, который дарит дары и который производит плоды в жизни нашей. К сожалению, я говорю к сожалению, в последнее время я встречаюсь с людьми, которые воспринимают Духа Святого просто как силу, которая действует в этом мире. Они смотрят в самое начало Библии и видят, как Дух Божий носится над водой и устрояет все, что Бог созидает. И говорят, это сила, которая действует и сегодня в этом мире. Почему-то люди воспринимают его не как личность, а как просто силу, исходящую от Бога. И я хочу сказать, что они многое теряют в своей жизни, потому что откровение о том, что Дух Божий сегодня с нами, как личность, дарит нам определенную не просто силу, но надежду, живое упование и жизнь, наполненную присутствием Божьим в нашей жизни здесь, на этой земле. Вы знаете, некоторые люди от Духа Святого ждут только определенных даров. Ну, конечно, мы вот сегодня видели с вами, как дети говорили о плоде Духа Святого, который возрастает в сердце человека. Но кто задумывается о плоде, который будет в твоем сердце возрастать? Чаще всего мы живем, да, мы хотели бы, чтобы было больше долготерпения, но не хотим попадать в ситуации, которые будут это долготерпение в нас проявлять. Хотим чувствовать любовь, но, честно говоря, хотелось бы, чтобы эту любовь проявляли больше нам, чем нам в каких-то сложных ситуациях проявлять любовь другим. Мы можем говорить о мире, и для многих людей мир – это просто, знаете, отсутствие каких-то конфликтов и раздоров, но Божий мир, он больше, а воздержание. Слушайте, сегодня такой замечательный стих был, когда было сказано о том, что вот я сложил конфеты, печенье, шоколадки, все, и хожу вокруг них, как будто их нету. И это ребенок говорит, я понимаю, что он выучил этот стих, дай Бог, чтобы он так поступал в своей жизни в определенные моменты. Взрослые всегда ли так поступают? Знаете, я понимаю, что нам нужна не просто сила Духа Святого к изменению, нам нужны отношения с Ним. Некоторые люди хотят даров Духа, о которых написано в Библии, хотят пророчествовать, хотят огонь с неба сводить, хотят чудотворения, хотят проникать в тайны определенные жизни людей. Вот слово мудрости, слово знания, даже так вот хочется, чтобы ты с человеком встретился и прямо вот все сказал в его жизнь. А если ты встретишься с тем, который в твою жизнь все скажет, что у тебя тайное, как тогда? И знаете, слово Божие говорит нам о том, что даже во времена апостолов встречались такие люди, которые видели, как Дух Божий действовал через апостолов, и они больше хотели не Христа знать, не за Богом идти, а иметь ту силу, которую они видели в них. Но этой силы невозможно получить без отношений с Духом Святым, без отношений с личностью. И сегодня я хотел бы напоминать нам обыкновенную, простую евангельскую истину, что Дух Божий это личность, личность, которая находится здесь среди нас, которая пребывает с нами и пребудет вовек, как говорит Слово Божие. Мне хотелось бы напомнить несколько мест Писания и поговорить о нем. Но сначала я хотел бы все-таки немножко вернуться к тому, что говорит Христос, каким Он был и что Он делал на этой земле. Наверное, многие из нас помнят те слова, которые описаны в Евангелии от Луки в 4 главе. Там написано о том, что Христос, ведомый Духом Святым в пустыню для искушения от дьявола, через какое-то время выходит оттуда в силе Духа Святого. Он приходит в синагогу, берет свиток книги пророка Исаии, находит определенное место и читает. Дух Господень на мне, Он помазал меня, и Он говорит, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Люди, которые жили в это время, они ожидали, что придет Мессия, что закончатся те проблемы, сложности, которые есть у Его народа, что на троне восядет Царь, который будет править справедливо, который будет для народа своего делать все самое лучшее. Они ждали этого очень сильно. Возможно, кто-то сегодня тоже ждет. У нас есть разные мнения о политических ситуациях, о том, что происходит в нашей стране или в других странах. Мы бы хотели, чтобы что-то изменилось, кто-то хочет больше, кого-то устраивает и так, но знаете, мы сегодня не можем до конца понять, что происходило с Израилем времен Иисуса Христа. Потому что эта страна находилась в оккупации, она находилась под римской властью, были непомерные налоги. И знаете, по большому счету, когда кто-то сегодня жалуется на налоги, которые есть у нас, я говорю, друзья, посмотрите в историю, и вы увидите, что люди жили и хуже, и у них не было пенсионного обеспечения и тому подобное. Но мы не о политике сегодня. Я хочу сказать о том, что вот в это время приходит Христос, и в начале своего служения, будучи ведомым Духом Божиим, Он говорит эти слова. Я пришел проповедовать лето Господне благоприятное. То есть время, когда народ обретет благодать и благословение от Бога. И знаете, это касалось только Израиля в то время. Но пройдет время, и для язычников откроется благовестие, откроются ворота Царства Небесного, и каждый человек, который даже не назывался евреем, он сможет войти в Царство Небесное и иметь отношение с Богом живым. Когда Христос, Мессия, Царь Израилев, Он взойдет на Голгофский крест, умрет на нем и воскреснет. Но помните, Христос не от себя говорит эти слова, Он буквально цитирует, Он читает из книги пророка Исаия. В этой книге есть продолжение этих слов. Вы знаете, Христос не всегда полностью произносил то, что было написано в книгах. В принципе, для иудеев, для евреев того времени было понятно, когда произносилась только часть какого-то пророчества или откровения. Это как ссылка. И люди понимали, что хотел сказать проповедующий. Знаете, в этих стихах, в этом отрывке есть такие слова после того, что Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное в Исаии в 61 главе. Вторым стихом там написано, и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача и лей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Христос буквально говорит людям, принадлежащим Его народу, к которым Он пришел, Он говорит, я пришел, чтобы принести вам утешение. Первый утешитель, который пришел на эту землю от Бога, был сам Иисус Христос. И знаете, на самом деле, вот если бы нам представить, что значит быть рядом со Христом, я думаю, что любой верующий человек, наверное, хотел бы быть рядом со Христом. Это когда ты находишься с тем, который способен решить все твои проблемы. И тебе даже зачастую не надо о них говорить, потому что Он знает, что беспокоит тебя, Он знает, в чем ты имеешь нужду, Он твой совершенный защитник, Он готов решать эти проблемы за тебя. И кто-то, знаете, думает, вот как хорошо верующим Христос решает все проблемы за них. Но если мы читаем Евангелие, мы видим в то время, когда ученики рядом с Ним, послушайте, они по большому счету практически ни о чем не думали. Не то, чтобы Христос вот так вот чудеса творил для них, но, знаете, они могли быть уверенными. Скажите, пожалуйста, когда у вас какая-то тяжелая ситуация в жизни, я бы сказал, вашу лодку начинает штормить. Вы бы хотели, чтобы в вашей лодке был Христос? В моей жизни однажды была ситуация. Десять лет назад мы возвращались с дальней поездки в ноябре месяце с братом на машине. Не доезжая 100 километров до Омска, нашу лодку заштормило. Был сильный гололед, уже была ночь. И, знаете, ее начало штормить. И в какой-то момент я понял, что лодка перевернется, эта машина, ну, просто перевернется. Другого варианта нет. Я покрепче взялся за руль. Кто-то говорит, жизнь перед глазами пролетает. Ничего у меня не пролетало перед глазами. На этот опыт нельзя опираться. Но я знаю одно, что когда я взялся покрепче за руль, единственное, на что я уповал, что со мною рядом Бог. И я услышал, ну, я так думаю, что я услышал голос, который сказал, ну, полетели. И она, правда, полетела. Она несколько раз перевернулась в кювете. Потом мы остановились. Мы вышли из этой машины буквально, ну, у меня была одна царапина. Правда, когда мы кувыркались, я на брата упал, и ему досталось больше. Это не очень приятно, когда на тебя падает 100 килограмм. Но знаешь, вот в тот момент, перед тем, как это произошло, я вдруг понял ценность того, когда с тобой в лодке Христос. Я не знаю, как бы я вел себя там, в той лодке, в которой были апостолы, которые его будили и кричали о том, что ты тут спишь, мы погибаем, а тебе дела нету до нас. Я не знаю. Но я знаю то, что мне бы хотелось, чтобы он был со мной в любой лодке, в которой я нахожусь. Даже если он спит. Но знаешь, наш Бог, он не спит. Он знает то, что происходит с каждым из нас. И Христос буквально в начале своего служения, исполненный Духа Святого, Он говорит людям, которым пришел. Я пришел принести утешение для вас. И три года Он находится со своими учениками. Когда они голодны, Он дает им задание. Послушайте, Он не просто дал им хлеба, рыбы. Он знает, что Его ученики, они не будут иметь нужды ни в чем. Но Он увидел множество народа. И написано, Он сжалился над ними. И обращаясь к ученикам, говорит, нехорошо, если мы отпустим народ, не накормив. Что происходит в наших домах? Заботимся ли мы о тех людях, которые нас окружают, и видя человека, который сегодня имеет нужду, способны ли мы поучаствовать в его жизни? Знаете, у нас, наверное, как у любого человека, как и у учеников, возникает первый вопрос. Господи, а самим-то, возможно, мало? Где же взять-то столько? Я вспоминаю некоторые ситуации, когда звонил жене и мог сказать, слушай, сегодня я приду в гости и мои друзья. Ну, то есть я с собой еще кого-то приведу, надо всех накормить. Меня не интересовало в тот момент, что у нас есть в холодильнике. Но ей нужно было поверить, что все, что есть в холодильнике, этого хватит, для того, чтобы накормить всех, кто придет вместе со мной. Но милости в Господь, наверное, со мной не так много людей приходило. Но я был иногда в тех ситуациях, когда я был среди тех, которые туда-то пришли. Я видел глаза сестры, которая в этот момент говорила, Господи, умножь все, что есть в нашем холодильнике. И знаете, удивительно, не скажу, что мы потом набирали 12 коробов, но вот в общении, в Божьем присутствии, знаете, всегда всего хватало. Всегда было благословение. Я вспоминаю некоторые моменты нашей церковной истории и те свадьбы, которые происходили здесь. Знаю одну семью, сейчас уже семью, тогда пару, которая готовилась к свадьбе и в добрачном консультировании, вот о том, что будем готовиться, простой разговор. Они говорят, пастор, слушай, у нас просто нет денег, мы бы хотели позвать наших друзей, у нас нет денег, что делать? Мы украсим здесь все, я сказал, мы устроим венчание. Они говорят, мы бы хотели на крестол, у нас нет ничего. Я говорю, у вас самое главное, есть Бог, у которого большая вторая, у которого большая семья. И я тогда помню, когда мы братьям и сестрам просто сказали, у нас семейный праздник. Кто-то принес салат, кто-то пожарил курицу, другой человек испек торт. Знаете, я помню, что все ели, насытились и еще осталось. И в этом есть какое-то благословение, когда Бог среди нас. Тогда нет сердец, которые просто закрываются, от других людей. Знаете, Христос принес, приносит утешение сердцу человека и надежду живую. Ну вот в чем вся особенность. Ученики через какое-то время после вознесения Христа начнут умножаться. Тех, которые последуют учению Христа, будет становиться больше и больше. Но его уже нету физически рядом с теми людьми, с теми людьми, которые хотят иметь это упование живое, живую надежду. Знаете, но Христос перед тем, как уйти, Он дает обетование своим ученикам. В те последние дни Он говорит о том, что они не останутся одинокими. Они не останутся без Божьего попечения. Вместе с вами я сегодня хотел бы прочитать несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Удивительное Евангелие, в котором Иоанн пытается показать Божьему народу. Во-первых, что Христос – это Мессия. С самого начала своего Евангелия Он делает на этом большой акцент. Во-вторых, Он хочет показать силу Духа Божьего и действия Божия через Духа Святого в жизни верующих людей. И дальше, уже потом, в своих посланиях Иоанн тоже будет обращать на это внимание. Очень важную мысль он говорит в своем первом послании, на которое нам стоит задумываться. Он говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И на самом деле, это достаточно страшные слова. Если человек вдруг просто что-то делает, находясь, приходя в Церковь Божию, просто приходит, как в клуб по интересам, просто здесь хорошо, просто хорошие люди, просто мудрые слова говорят, но при этом не понимает и не имеет Духа Божьего в жизни своей, то можно остаться за порогом Царства Небесного. И это страшно. Но сегодня я хотел бы прочитать из Евангелия от Иоанна, где Христос сам говорит своим ученикам, а ровно и нам с вами, о том, что Он уйдет однажды, но придет другой утешитель. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Мы будем читать с 15 стиха. Написано так. Если любите Меня, говорит Христос, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истинный, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Христос, обращаясь к Своим ученикам, Он говорит, что когда Он уйдет, Он умолит Отца и придет другой утешитель. Вот эти два слова. Другой, утешитель. Знаете, они очень интересные. Очень интересные тем, что показывают нам, кто такой Дух Божий, какой Он по натуре своей. И первое слово, которое мне хотелось бы сказать, написано «другой». Когда мы слышим слово «другой», ну, чаще всего мы воспринимаем это, что что-то совершенно отличное от того, что мы имеем. Какой бы пример привести, ну, вот, не знаю, наверное, когда мы говорим о каких-то вещах, я вот в своей руке держу микрофон, я могу взять другой микрофон, да, но он может исполнять те же самые функции, которые исполняет этот микрофон. Он может выглядеть немножко по-другому, но функции он будет исполнять те же самые. И Христос, когда говорит, Он выбирает именно слово, которое означает, вот этот «другой», но которое означало бы, что Он такой же, как Он Сам. Он не отличается от Него кардинально, Он не противоположный, Он не другого состава и свойства, Он не будет по-другому поступать с ними, но Он, говорит, придет такой же. Его отличие от того, что Он будет не физически на этой земле. Потому что физически, ну подумайте просто, рядом со Христом сколько людей могло быть? Вот если бы мы были во времена Христа, и нам бы хотелось к Нему прикоснуться. Может быть, кто-то из нас, как та женщина с кровотечением, о которой рассказывается в Евангелии от Луки, сквозь ноги ползти, чтобы просто прикоснуться к Нему. Или, может быть, кто-то, как слепой Вартимей, будет кричать, чтобы Христос обратил на Него внимание. «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Как бы мы пытались бы вот дотянуться до Него, чтобы Он именно на меня обратил внимание. Ведь в физическом нашем мире так бывает, что есть люди, которые, ну, имеют какую-то, может быть, власть, авторитет, силу, и до них пытаются, к ним пытаются приблизиться, чтобы сказать свою просьбу. Правда? И не всегда возможно это сделать. Даже физически, сквозь столпу иногда бывает, не пробиться. Более того, если у Христа не было вот этого телохранителя, я не думаю, что там 12 апостолов вокруг него ополчались, хотя, наверное, одна история говорит о том, что когда пытались детей привезти, они как телохранители начали себя вести. Говорят, так, 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 стойте, стойте, не надо, не надо. Но Христос им дал понять, вообще, что Он другой, что Он принимает каждого. Но физически Он не мог принять каждого. И вот Христос говорит, придет другой, такой же, как я, но единственное Его отличие будет то, что мы Его не сможем видеть. Но Его присутствие, Его действие мы будем чувствовать. Он будет поступать так же, как поступал Христос. И Христос называет Его Утешитель. Знаете, Он не называет Его другим именем. Он бы мог сказать что-то другое, но как Он сам был Утешителем для народа, Он говорит, придет этот Утешитель. И слово Утешитель, которое мы читаем вот в этих стихах, на самом деле, только апостол Иоанн в своем Евангелии использует это слово всего четыре раза по отношению к Духу Святому. Оно достаточно трудно, переводимо, потому что одним русским словом нельзя показать весь спектр того, что хотел сказать Христос, что оно в себе несет. Утешитель, о котором говорит Христос, это прежде всего, знаете, друг. Это не просто кто-то посторонний. Это слово, оно использовалось по отношению к человеку, который имел к тебе доброе расположение. Оно использовалось по отношению к человеку, которого можно было бы назвать другом, которому твоя жизнь не безразлична. Просто послушай, Христос, разговаривая со своими апостолами, со своими учениками, он по-разному к ним обращается, но ближе к тому моменту, когда он должен уйти на Голгофский крест, он говорит о том, что вы друзья мои. Он обращается к ним и говорит, вы друзья мои. Буквально пытаясь показать этим людям, что их жизни и все, что с ними происходит и будет происходить, ему не безразлично. Что он хочет участвовать в их жизни. Даже разговаривая с предателем, с Иудой в Гефсиманском саду, он последнюю фразу в его сторону начинает со слова друг. Он говорит о том, что мое расположение к тебе всегда было таким дружеским. Мне не безразлично было, что с тобой и что в твоем сердце. Может быть, даже в этот момент, хотя ему было предначертано это совершить, он к нему обращается с этими словами. И Христос, говоря о Духе Святом, говоря о том, что Он другой, Он использует именно то слово, что Он другой утешитель, Он использует те слова, которые относятся к человеку, который имеет к тебе дружеское расположение. И первое, что бы мне хотелось сказать, Дух Божий, знаешь, Он имеет дружеское расположение каждому из нас. Ему не безразлично, что происходит с твоей жизнью. Он знает, Он хочет участвовать в твоей жизни. И это самое удивительное. Следующее местописание, которое бы мне хотелось бы прочитать, это здесь же в 14 главе 26 стихом написано, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил». Знаешь, Дух Святой это личность, это Бог Святой, который приходит в нашу жизнь, чтобы открывать нам истину Слова Божьего. Удивительно, что излияние Духа Святого происходит в день Пятидесятницы. Пятидесятница праздник в еврейском народе, который был один из трех праздников, который был установлен Богом, чтобы люди в этот момент приходили поклоняться Богу. Помимо того, что они приносили определенные дары, у иудеев в этот день считалось, что была дарована Тора, был дарован закон, была дарована истина от Бога на горе Синай. И они праздновали этот праздник, что Бог передал им Слово Свою, истину Свою. В этот же день, после вознесения Христа в день Пятидесятницы, изливается Дух Божий на апостолов тот, который способен научить и истолковать все, что Господь передал народу Своему. Знаешь, сегодня, прикасаясь к Слову Божьему, к истине, которая есть в наших руках. Можно пытаться ее толковать по-своему, по-человечески, различными методиками, философскими или еще какими-то, но самое лучшее и что говорит, о чем говорит нам Слово Божие, что понимание Слова Божьего приходит тогда, когда человек имеет Духа Божьего в своей жизни, когда имеешь взаимоотношения с Ним, когда ты открываешь Библию, молишься ли ты перед этим и спрашиваешь ли Бога о том, чтобы Он помог тебе понять то, что ты будешь читать. Некоторые люди, они свидетельствуют о том, что они читали Библию в своей жизни, но не все понимали. Но, наверное, так было и со мной где-то лет за 10 до того, как я уверовал, я взял эту книгу и читал ее просто как историческую книгу. Знаете, я не скажу, что я там ничего не понял. Многие вещи я понял, но на тот момент это ничего не произвело в моей жизни. Может быть, как семя, которое однажды прорастет, которому нужно еще определенные условия, которые должны были поливать, которому должны были дать силу и возможность, чтобы оно проросло, понадобилось еще много лет и некоторые люди с силой Духа Святого и с Его помощью они сделают это. Но в тот момент, когда я читал эту книгу, она оставалась всего лишь просто исторической книгой. И сегодня ты и я мы можем встречаться с людьми, которые прикасаются к этой Библии, читают ее. И знаете, что они обращают внимание? Они начинают обращать внимание на то, а почему Бог позволил убить те народы? А сколько крови проливалось здесь? А что вот тут неправильно? А эти почему так поступали? А вот почему там вот такие пророки себя так вели, но Бог все равно оставался с ними? Люди, не имея духовного понимания, они не могут понять духовных вещей. До конца понять того, что Господь хотел передать через Слово свое. Всякий раз, приступая к живому Слову, нам нужно обращаться к Духу Божьему, который наставит нас на всякой истине, который будет напоминать и в те ситуации, когда у нас нету с собой Слово Божие, будет напоминать о том, что говорил Христос. Будет напоминать ту истину, которую мы полагали в сердце свое. Ведь Христос, обращаясь к нам, говорит о том, чтобы мы полагали истину в свои сердца, чтобы мы доверялись Ему и следовали за Ним. Дух Божий, как утешитель, приходит к нам, чтобы наставить нас и научить во всякой истине. И это очень важно. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 26 стих, написано следующее. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. И это одно еще качество утешителя. Вот это слово можно было бы еще по-другому перевести, как свидетель. Помните, я сказал, это не просто свидетель, это друг, который имеет доброе расположение и он свидетельствует. Он это, представьте себе образ суда и, ну, я бы не хотел, знаете, чтобы вы представляли, как будто вы на суде стоите как обвиняемый, обвиняемый. Но в том числе и такой образ можно... обвиняемый, я хочу